здравствуйте доброе утро хорошее прохладное утро аж не верится что вчера блин под 40 градусов было извините за мною лицо как бы проснулся только 8 утра и тебя хлопковом поле стою от кладра ставил 7 похудел вот так сколько колорит сжигает сегодня теоретически я должен доехать до ташкента вот такие порой чудесные рассветы я встречаю утром очень здорово сегодня по-другому кидает за ташкентом вообще хотелось бы еще одну ночь где-нибудь в поле подночевать почему потому что все такое хостел хостел это люди это шум здесь я конечно сплю в одиночестве где-то в лесу зато здесь тихо так и спокойно хитрые дела в общем сейчас я готовлю кушать и потихонечку выдвигаюсь я заметил когда легче становится здесь началась какая-то дорога и так думаю надо ташкента до самого будет видите тут цветочки насаждены более интересные такие поля деревья то есть уже не пустыри какие-то выжженные солнцем а такие сочные уже более-менее цвета и интереснее поэтому это тоже нужно понимать то есть почему например в горах интереснее потому что там глазу есть за что зацепиться и у тебя возникает мотивация крутить педали типа что же за следующим поворотом а что же за следующим за следующая горка или перевалом вот а когда по пастырям и ты вот у тебя ты видишь 20 километров дороги прямой или понимаешь вам ничего не будет тебе не охота не крутить педали ничего тебе не охота тебя охота что просто довезли все то есть это вот нюанс велосипедных путешествий тоже очень немаловажно то есть узбекистане не ну здесь есть конечно интересные были места ну как интересные понятно узбекистан он тоже не маленький но вот километров 200 дороги просто ни о чем было просто ни о чем все нет дальше в общем две мне пошли в италии деревца такие наслаждения купил себе мороженое в общем ташкент 19 ташкент 19 километров я не знаю что мне делать я не хочу туда объезжать если объезжает значит трата денег в другой стороны ну не бомжевать же меня не знаю короче сейчас тогда буду еле еле ехать а там уже посмотрим в общем уехал в деревне как всегда пообщался с местными заходи гостям будешь так теперь мне сказали что я похож на таджика о следующее предложение на кого я похож вот добрые успехи попикали не просто попикали остановились и симпатичная узбечка дала мне холодный чай вот круто так а вообще самое кстати спасибо большое узбекскому народу а конкретно вам друзья если вы вдруг найдете это видео все доехал я до ташкента 900 километров где-то я сделал прошел этот поход таки был тяжелый я блин в ташкенте у меня такая чувство облегчения чувство радости даже что сейчас первым делом нужно поесть шоу-мыки поить а потом уже принимать решение по поводу выбора хостела вот предок семена и всех наверно ела туристов с баулами ходили на верблюдах раду верблюдах тассили по пескам вараны интересно а в узбекистане вараны есть наверное есть где они там в районных пустынных местах деревья ну вот такой вот какой то памятник наверное великому шелковому пути и о том какое место узбекистан принимал участие в нем в общем все в ташкенте нужно покушать вай фай нигде нету все такие цивилизованные и я такой неотесанный пыльный, грязный они даже не подозревают какой путь Семен сделал я стал в шоке вон мой байк стоит cute terra лаваш я посидел я не знаю что все туда ломятся там блин одна девушка на весь зал бегает я посидел сидел в общем друзья так как на видео звук будет плохой поэтому прокомментирую ситуацию за кадром приехала я в хостел и хотел было уже зарегистрироваться в хостеле ну администратор глянув мой паспорт увидел что последний раз я регистрировался в Узбекистане три с половиной дня назад а по закону в Узбекистане если ты более трех дней не зарегистрировался в Узбекистане то тебе предусмотрен штраф штраф в размере двух тысяч долларов то есть это где то получается сто двадцать тысяч рублей в приводе на наши деньги я говорю а где мне жить то ну естественно я немножко возмущен но стараюсь сдерживать свои эмоции она говорит что мы не можем вас заселить в хостел потому что если мы возьмем на себя эту ответственность то тогда хостел будет платить этот штраф я говорю а что мне делать то ну я конечно возмущен думаю три дня то есть я в этой стране не могу пожить в палатке то есть я ехал я где то три с половиной дня ну то есть где то на полдня у меня уже просрочка удивительно как я еще хотел было остаться на больше то есть я хотел вообще там дней пять по полям путешествовать вот она объясняет что ну вообще я говорю как решают эту проблему она говорит решает эту проблему таким образом что едут на границу в Казахстан естественно у меня глаза округлились я говорю какой Казахстан о чем вы говорите сразу да представьте то есть я уставший вы можете предыдущие видео посмотреть где я всю негодую устал от дороги а здесь администратор мне говорит что пришить мою проблему мне нужно ездить на границу в Казахстан а штраф этот реально то есть его могут наложить тем более я работаю на официальной работе и естественно мне этот штраф бы пришел то есть если на границе например спустя 10 дней я бы с просроченным с просроченной регистрации бы выезжал мне бы на границе скорее всего этот штраф бы выписали и потом бы и вменили так скажем да и что я был выплачивал уже там через свою работу через пристав и так далее мне таких проблем не нужно было в общем администратор мне сказал что нужно ехать в Казахстан я как нифига себе как это какой Казахстан то вы че она говорит вы не переживайте Казахстан у нас граница находится в 27 километрах я конечно уставший с дороги сегодня я там проехал где то не знаю километров не помню сколько я проехал но в общем меня эта перспектива не очень радует но все таки я делаю выбор в пользу того что надо все таки ехать в Казахстан то есть пройти границу обратно зайти и вроде как я по-новому зашел в Узбекистан и все мое вот это регистрационное дело оно обнуляется ну в общем то вот как вы что ну что вы сейчас видите на камеру это и происходит поездка в стиле байк мессенджер по Ташкенту то есть я как угорелый как этот персонаж Соника из фильма я не знаю в общем на полных скоростях я двинулся в Казахстан вот еду во всяких там воздушных мешках автобусов и так далее в общем ехал я очень быстро поездка мне понравилось но в голове постоянно у меня было переживание ну типа как же так то вообще что что происходит сейчас мне как предъявят штрафы начнутся дальше проблемы я и так уже от этих проблем устал которые меня одолевали на протяжении всего похода и вот я уже сделал такой большой путь приехал в Ташкент и на тебе то есть две тысячи долларов ты Семен можешь попасть так как я говорю еще раз повторюсь что я человек то рабочий если бы я был таким бездомным да путешественником без флага без родины без работы мне было бы пофигу на этот штраф а здесь как бы официальная работа и мне бы скорее всего этот штраф прилетел вот такие друзья дела ну давайте посмотрим дальше что там произошло уже когда я прибуду на границу это 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 камера в общем все отправляюсь в Казахстан дай бог сейчас пройти границу а потом выйти вы тоже? вы казах да? я казах но как? нормально? эй дорогие дела кто знает переведите ну я не знаю после Казахстана и Узбегистана у меня просто какая-то райская страна а в этой райской стране живут ангелы короче поменял заодно хоть суммы по выгодному вкусу гораздо выгоднее чем я менял до этого дальше смотрю передний перекруг не переключается я думал с этим тросиком ничего не произойдет но произошло видите да то есть песец настал сейчас расскажу подробности дальше сейчас я его отремонтирую в общем друзья чтобы не расстраивать вас плохим звуком на видео так как это будет ветер в камеру Семен там негодует так далее поэтому расскажу я что же произошло на границе в общем приехал я немножко с тревожными мыслями на границу все прохожу паспортный там контроль и так далее и тому подобное но когда я прибыл в Казахстан то есть все я уже прошел границу и пришел в Казахстан я вообще очутился в другой стране ей богу там сразу же какие-то накинулись непонятные какие-то вообще странные люди ну я бы так сказал быдло да что с двумя я людьми там буквально ну на конфликт уже вышел первый там что-то присел то ли на багажник я не буду вдаваться подробности короче ну я наехал на него то есть прям агрессивный ну естественно да я напряженный я разозлен а тут мне еще что-то какие-то взрослый мужик что-то там выпендривается какой-то Казах в общем отослал его он понял что лучше наверное не надо ко мне лезть потом с другим со вторым короче я так скажу одним словом когда я вернулся обратно в Узбекистан Узбекистан как я сказал ниже видео мне показалось раем и в этом раю живут ангелы то есть Казахстан это ну вот просто огромный контраст реально какая-то блин какие-то уголовники стоят на границе то есть один тоже там что-то зацепился за багажник что-то там прокатиться хотел я говорю ты чё ну я не буду рассказывать как я там с ним стал разбираться но я в общем стал с ним именно на такой знаете на бедляцком таком жаргоне уже стал разговаривать мол ты чё мол перец оборзел совсем в общем у нас возникла перепалка он типа предлагал мне чтоб я чтобы он у меня купил велосипед я говорю он не продается я говорю но подойти спросить можно по-другому а не цепляться там за багажник велосипеда в общем я уже думал там с ним драться он там еще сказал мол за мой язык типа и его он мне отрежет якобы конечно в иной другой ситуации возможно я бы уже довел дело до конца возможно там ударил вы просто вот от злости вот но здесь я решил не конфликтовать не сталкиваться потому что этого человека я вижу первый и последний раз и все в общем я прошел казахскую границу обратно все действительно мне обнулили этот срок регистрации никакой мне штраф там не вписали в общем я еду вот обратно счастливы и довольны с моих плеч как будто бы гора сошла еду пить охота в скором времени этому заеду в мечеть попью воды ну и в общем то начнется события которые жизнь в ташкенте в ожидании улета как говорится полета домой да вот на этом можно сказать мое путешествие закончилось но она не закончилась друзья вы должны будете посмотреть последние последнюю часть это будет следующая следующая часть будет последняя она очень интересная и такая будет красивая жирная . во всем этом путешествие ну а все это время я сейчас буду пребывать в ташкенте вот такая вот история произошла когда я приехал в ташкент но благо она решилась в мою пользу это все время и 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 по поводу езды по городу по южному городу конечно интересно ездить немножечко не знаю напоминает вся эта картинка как будто бы я еду где-то блин в лос-анджелесе в каком-нибудь ехал я довольно быстро бодро то есть мне нравилось лавировать между машинами я реально был быстрее всех объезжал все пробки наверное автомобилисты от моей езды были в шоке ну как я ездил не дерзко ну то есть не нарушая правил никому не мешая абсолютно предупреждая свои действия но тем не менее мне очень понравился дух моей езды я видать так на адреналине на каком-то ехал по этому городу вот можете посмотреть как я снимаю некое подобие останкинской башни на это телевизионная вышка вот такие в общем-то друзья дела в общем ближе к сумеркам я естественно подъеду в хостел и буду отдыхать мне в супермаркете корзинка дорого обходится все а загляну в чек они вот помимо того что напиток вот стоит семь тысяч девятьсот девяносто сумм они берут еще ндс 20 процентов в тысяча триста тридцать один сумм также лапша две лапши стоит 5580 сумм плюс ндс 230 вот такая поэтому я так думаю тут по моему выгоднее на рынке покупаться это вот такая оттенка потому что чувствуется что не так как у нас супермаркете все это просто писец какой-то прибыл я на место вот моя койка в таком хостеле здесь я буду 10 дней жить да у меня узбекистан сегодня просраться я думал блин сейчас это хорошо я же хотел еще за ночевать это хорошо что блин на второй день еще не остался в поле ночевать ведь думал но это не узбеки виноваты это они сами в шоке от законов я когда ездил они жаловались все на их законы то вот эти вот налоги то есть ну тут фермером налоги там было облагают то всякие вот эти все дела то видите да то есть три дня отдохнул через три дня если ты не зарегистрировался все штраф 2000 долларов тебе не хера себе все сейчас нормально сделал теперь моя душа спокойно и да и команда гонщиков от вела посланника но вела гонщиков дала бы вот где там просраться всех бы автомобилистов тут но место поставил все сейчас помоюсь постираюсь сегодня никуда не пойду поем и буду отдыхать такие дела наконец-то всем привет утро стрёмное уже день точнее ой сейчас вам расскажу грустную историю двух словах заселился я постел вчера гребаные китайцы вы знаете китайцы пони шумные в итоге никогда не смотрите на обложку проверяйте все досконально сейчас я вас научу как выбирать посту первый вариант все довольно красиво меня ну то есть обложка внешне очень все прикольно то есть мягкие кровати все довольно по евро ну европейском стиле нашим нашей комнате два туалета и меня подстелили постели его к туалетам о чем это говорит это всю ночь весь хостел на через меня ходит китайцам вздумал 12 часов ночи постираться нет естественно я замечание всем сделал чтобы там они когда дверь открывает свет включает он включается вентиляция свет долбит шар шумит она вентиляция они выходят забывают это выключить и уходят я потом шумит и светится ну и в итоге вот так вот всю ночь я и не спал очень запишенный блин а я дебил оплатил думал взглянул на обложку то типа как все красиво ну и оплатил на 9 дней вперед на утро в общем поговорю с администрацией уже хотел было съезжать она сказал деньги вернут она предложила другой номер там помощи стиместный номер с занавесками ну и там нету туалета в общем но он не за 7 долларов сутки а за 8 долларов точно 1 доллар дороже ну вот договорились на том что типа буду там если завтра не понравится то съеду вот такие дела друзья не смотрите на обложку то есть сегодня день потерян это все разбиты ничего не охота у меня нету как бы желания куда-то ехать но в принципе может быть она и правильно может быть она была бы круто просто даже потусить много мероприятий в голове то есть тут таскенте оказывается много аквапарков плюс есть озеро на которое я хотел бы съездить вот сейчас вот съесть и покушал бошь-бошь это прочь плохо подкрепился до вокзала пойду узнаю сколько билет на электричку стоит такие друзья дела все сами все велосипед говорит не хочу я больше ездить по этой стране вот рубашки тросиках она передний переключатель пришлось снять потому что он шоркает сильно и санина камера которая блин уже треть но второй раз уже просто по шву там рвется третий раз короче или четвертый раз вышла из строя буквально где-то в двух с половиной километрах от хостела ну вот иду иду верю пешком сейчас выброшу эту камеру мороженое бы найти короче у нас появился китаец он короче crazy я я короче уже предлагаю уломать как бы он не огреб сегодня набросил аммиго 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 28h са аシ ما suddenly а вот а sim снан снان Ши 7 3 кстати соли 31 34 34 Я тоже 34, но я не говорю так 俄羅斯 好朋友 Да Да Доброе Вы жури В Китае Чувак, я же тебя заломаю Только сегодня про Ушу говорили Сейчас я вам скажу Он мастер Ушу Ушу Я учу Я учу Я учу Я учу Микс файд Микс файд Я бы хоть мышцы поборц Хорошо Ушу Я учу в общем друзья история началась вот отсюда с этой кровати где первую ночью я спал короче фича в том что я нахожусь сейчас в туалете и через меня китайцы ночью 12 ночи ходили стираться половина хостела и вот этой вот комнаты они ходили через меня и не давали мне первую ночь спать и я не выспался пойдемте дальше я покажу комната тут я хрена узнает сколько в спальных мест ну короче вещь в том что когда туалет открывается включается вентиляция и он начинает шуметь ну и прикиньте я вот например сплю здесь и всю ночь тут шуми то есть кто-нибудь там помылся дверь не закрыл и тут шумит вентиляция потом следующий кто-нибудь переходит и свет тебе вечно в шар короче свет дальше вот такой вот в общем хостел никто не знает чей это велосипед на самом деле велик прикольный джейн вон мой велик стоит вот короче мы договорились с этой где тут договорились мы в общем здесь администрации русской она сказала что за один доллар чуть больше доллар вообще этот номер стоит 10 долларов за прошлый номер который вы видели я платил 7 долларов она сказала что так как вы типа надолго этот номер мы вам за 8 долларов сдают видите тут кровати с занавесками и шестяной местный номер и вроде бы все должно было быть круто будет не шумно все хорошо но не тут то было я вот пару кадров заснял вчера пришел гребаный пьяный китаец с которым я закусился и уже как бы стал его заламывать но я ему там руку немножко подлома но не стал его бить но пытался ему показать что если он не успокоится короче что ему капец в общем мы ему говорили он пошел спать ночью в три ночи он там давай короче что-то воздыхает стонать и ну в общем я встал его по ноге так шлепнул забираюсь говорю типа слышь типа чё тут я он такой он такой увидел что это я что я внизу но я его кошмарил тут немножко он такого типа все хорошо хорошо и лег спать и в принципе до утра он нормально спал больше как бы не выпендривался вот смотрю утром даже что-то там как-то улыбался мне руку пожалуйста но не знаю может быть сегодня будет нормально но такой контраст на самом деле то есть ночью в палатке меня беспокоили только сверчки а здесь как бы я бы плачу деньги вроде бы всего комфорта на комфорта нету я не могу спать нормально вот здесь короче курят он видите здесь курилка а это говорит о том что короче если окно открыто то мы нюхаем как другие курят такие друзья дела если сегодня мне вообще не понравится я сегодня попробую поспать то я нахер съеду отсюда и лучше буду в поле ночевать короче в палатке сейчас я поеду в центр немножечко поспал удалось поспать и в общем куплю мороженого да и пообедать изименно а История про китайца, она будет Продолжена, я Наверное думаю, что у вас уже сложилось Такое впечатление, что Семен конфликт Ну и такой, блин, недовольный человек Но это не так, на самом деле Просто когда происходит какая-то несправедливая Вещь, ну Я, естественно, негодую и пытаюсь решить Эту проблему, и вообще решая Проблему эту, так как администратор Этого хостела не мог Решить эту проблему, то есть приходит неадекватное Лицо, уже накануне сна И всем показывает, что сегодня он вам Друзья, спать-то не даст, как бы Администратор решил эту ситуацию Как бы слить там на тормозах Мол, ну, типа че Ну, а я решил не сливать это, думаю, если администратор Не хочет эту ситуацию решать То я буду решать ее по-своему Ну, по мере своих возможностей В общем-то, я ее таким вот образом И решал Также в путешествии по Ташкенту я заметил Кое-какую вещь В вечернее время в центре города абсолютно нет людей Собственно говоря, про это я и говорю Сейчас видео о том, что в Ташкенте нету пешеходных людей Такое ощущение, что город-призрак В дальнейшем я в течение двух дней буду буквально реально искать людей А кажется впоследствии, что все люди находятся на окраине Вот вы сейчас увидели одного человека И считая, что полтора квартала Людей абсолютно не будет На тротуарах Вот такая вот ситуация То есть это такой вот момент Я который углядел в Ташкенте То есть из-за этого мне было даже немножко одиноко ездить Потому что не было какой-то такой городской движухи По которой я немножко соскучился В своих одиночных путешествиях По полям, да по лесам и по горам Вот видите, сколько народов Вот так, крайне То есть нет Тут видно Яд В центре Крайне Ну вот тут вот видно, что народ есть Вот он Вот он Все люди Я в центре нашел В торговый центр И там было мало людей А тут их много Ну относительно много Много Такие дела Вот они где все люди Крайны Слышите, да? Кричат Это таксисты Они уже около часа Вот так вот Кричатка Пассажиров Помните тут китаец Короче Я не стал его сейчас снимать Короче сейчас возникла потасовка Мне пришлось его угомонить Он опять пришел Короче пьяный Я говорю Короче админу Типа Ну Решаю уже Я говорю Я с ним спать не буду А я короче сплю Ну там рук ярусная кровать И он спит надо мной А я внизу Я говорю Я спать с ним не буду Он неадекватный Он еще блин Обоссыться на меня Блеванет Ну а тут админ такой Короче Сразу ничего не решил Ну и чувак Словом таки делом Китаец пошел В туалет Выходя из туалета Короче То ли подскользнулся То ли еще Он короче Упал на стенку И сломал ее Я говорю Ну все началось Ну и Мы подходим там Посмотреть Кому что случилось А этот короче Китаец Он такой Там тот же Такой парень молодой Он такой Прочистый Он такой Говорит типа Ну он такой На него Он говорит Ты не лезь ко мне А ну китайцу А в китайце Короче Килограмм веса Ну вы видели Там сами На видео Вот И он это На тот джип Типа Ты чего Не лезь И просто Оттолкнул китайца Ну и китайца А там женщина стояла Китайца Короче Упал На женщину Вот И я Короче Говорит Ну и то есть Китайца Ты сильно Стал Он так резко Стал вставать Короче Я его Короче Придерживаю Я говорю Типа Лежи И он Меня Короче Хватает Загутки Прикиньте Ну я Я руку заламываю Короче Стилю Ушу Ну и короче К полу Его приживаю Вот Ну и все Короче Удерживаю Потом Отпускаю Я говорю Ты понял Ну по-китайски Миньбай Миньбай Он такой Злой Ну вроде Не кидается И только На таджика Я говорю Типа Все Успокойся Успокойся Типа Ну на таджика Хочет Короче Это Ну напасть Типа Как бы Что-то рассказывает И опять Меня зовут Таких Ручих Хватает Ну он Силы Как будто Так резко Схватил Я его Короче Опять Это самое К полу Бросил Так Ну короче Когда видать Падал Нос разбил Ну там Все сразу Засуетились Пакистанцы Все любят Алкоголиков То есть То что Вот во мне 60 кг веса И то что Я трезвый Я нормальный А все Вот он Жертва Короче Вот он пьян Он жертва А он Местами нормально На ногах Стоит То есть Он где-то Шатает Его Но в целом Он нормально Стоит Вот Ну и все Я говорю Тогда Я говорю Я говорю Я его не бью Я просто удерживаю Вызывайте полицию Я говорю Нафиг Надо И что я Тем более Ну что с ним Сюсюкаться Вот Он короче Ну я быстренько Встаю Я говорю Ну пакистанскому Мужику Я говорю Тогда Занимайтесь Сами с ним Удерживайте Его Они тоже Все же боятся Его А этот Ходит На 90 кг Он ходит Пофигу Он такой Вот так Вот ходит И ко мне Опять идет А эти так просто И вот За ним Вот так вот ходят И типа За ручку Типа Уйти Уйти Ну и что Он что-то там По-китайски Подходит Ко мне Что-то пытается Схватить Такой Ну со злым Лицом Я раз уже Столько Приготовился Ну понимаешь Что бить нельзя Мне его А так уже Приготовился С ноги Если чего Атаковать Ну и это самое И он такой раз Подходит Ко мне Что-то Орет Ну короче Удар Мне делает И он Уворачиваю Всего Подхватываю Короче Угру Протягиваю Просто Подсечку Ему делаю Ну и просто Укладываю Его на землю Ну и все И он Видать понял Что со мной Лучше не связываться И больше Он не нападал Ну короче Там орал На всех И уже полиция Должна была Скоро приехать Вот они приехали Полицейские Разбирались Как бы ни оказалось Что блин Я еще жертва Ой точнее Как бы ни оказалось Что он еще жертва Вот сейчас вроде Уехали Я сказал Этому администратору Я говорю Переселяй меня В другой номер Он меня хотел Блин Семнадцатиместный Номер переселить Я говорю Нифига ты дружок Я говорю Я блин Плачу за шестиместный Номер А ты меня Говорю Семнен местный Хочешь Я говорю Алкаш будет спать В хорошем номере А я буду в плохом Что ли Номере Что это за фигня Такая Ну короче В итоге Обмен переселил Меня в номер Люкс Короче Двухместный Номер Ну Одну ночью Я здесь Спаслю А завтра Его Китайцы Выселят Либо Домой Ухажают Короче Пока я Китайца Этого Боюсь Как бы Он Неадекватный Как бы Он нож И не убил Китайцы Китайцы Вот такие вот Ситуации Такая вот Разборка Возникла Я не люблю Дораться Я никогда Не люблю Битвы Для меня Это очень Большой Психологический Как это Барьер Правильно Правильно Я сделал Или неправильно Потому Что Все Под Этого Это Под Этих Пьяниц Начинают Стилиться Сюсюкаться С ними Он Взрослый Мужик Все Должен Понимать То есть Травм Я ему Никаких Не нанес То есть Руку Я ему Просто Заломал Но Просто Именно На удержание Взял То есть Я бы мог Ему там Сломать Руку Но Не делал Этого Такие друзья Дела А сегодня Вот Сплюсь Здесь Надеюсь Развитие Этой истории Будет Нормальным Такие дела А потом Может быть Завтра Еще дополним Свои мысли А сейчас Спокойной ночи Друзья